Привет, друзья, ну что? У нас стало пора заснять видос о том, как проходит мой рабочий день. Сегодня вроде бы напряженочка будет, немного, конечно, движа, тренировок, все, короче, как обычно, и я вам все это покажу. Ну а для начала у меня идет обход владений, как говорится. Спалил ребят, они катаются. Сейчас посмотрим, что они могут сделать, ручки может какие-нибудь. И буду рассказывать дальше, что происходит. Сегодня еще какие-то съемки для Урама. В общем, все покажу. Оставайтесь. Заранее поставьте лайк, я уверен, что видос будет прикольный. Погнали. Все. В общем, с пацанами попрощался. Сейчас я собираю свой, так сказать, транспорт, потому что поеду на библиотеку. Но сначала, наверное, заскочу в КБ, потому что у нас на весь парк ни одной свечки, чтобы натереть, пора проскользить, потому что... Че еще в библиотеке делают? Грай там вроде есть, можно просто проскользить. Но не факт, что получится. Будем пробовать. Блин, после парка ужасно грязные ролики. Пыльные. И так жалко, на золотик сюда. Короче, парк у нас хоть и большой, но на весь парк нет ни одной свечки. Парафина нет. Короче, у меня все закончилось. Заехал в Фасоль и в КБ сейчас тоже нигде нет. Сейчас в надежде добраться до библиотеки, вот туда. Ну и там уже посмотреть аптеку. Но с первого момента преодолеть в руках, держа велосипед. Вот такой багаж. Забраться наверх. Ну а там уже посмотреть аптеку ближайшего. Какой-нибудь либо магазин, где можно взять. А то не получится туда скользить. Вообще никак. Хотя не особо в планах есть что-то сегодня делать. Скользить и так далее. Ну посмотрим. Как говорится, посмотрим. Сейчас двигаюсь в том направлении. Кстати, почему я на велосипеде? Это у меня сломался электросамокат. Я устал его чинить. Ирик Резаев любезно отложил мне свой шоссейник. На котором я сейчас активно качаю в последнее время ноги. Ну и задумываюсь тоже себя о шоссейнике. Но тоже есть некие проблемы в шоссейниках. Что мне не нравится, это ужасная сидушка твердая. Блин, теперь понятно, почему беймеры постоянно, ну кто на шоссейниках ездит, вообще не садится никогда. Так, заняться, болит, ужасно. Вот, в целом, вот. В библиотеку я уже почти подъехал. Сейчас покажу, какая лестница меня ждет. На которой я должен буду подняться. Я добрался. Теперь, как говорится... Ой, блин, с него пока вылезешь. С вот этого аппарата. Как говорится, велик с зубы. И погнал. В общем, я на месте. Здесь прекрасная погода, крутой вид. Я что в шоке, вон, мужики убирают снег. То есть где-то в Казани еще лежит до сих пор снег. Хотя уже жарко. Футболки даже многие катают. Так, здесь я сейчас, как я сказал, пойду посмотрю какую-нибудь больницу, аптеку, либо магазин, чтобы посмотреть свечку. Потому что именно здесь будем что-то снимать и что-то надо будет делать. И на всякий случай лучше приобрести свечку, потому что непонятно. Что будет дальше? Лучше перестраховаться, в общем. Пока есть время, надо загонять. Погнали. Короче, пока нахожусь в Казани, не могу не восхищаться вот такими домами. Сейчас, наверное, приближу. Покажу, как он выглядит. Плюс вот такие вот статуи, не статуи. Короче, очень красиво. Наверное, меня эта данная поездка восхитила на то, что, наверное, надо поехать по Казани и просто показать вам дома, здания, которые здесь в Казани вообще есть. Они очень крутые есть, красивые. Не то, что в Анапе все сносят под ноль и пытаются все в новой тематике сделать. Не восстанавливают старое совсем. Фух. Ну, в общем, такие пироги. Ну, а я, я все еще ищу магазин. Я уже уехал, непонятно куда. Уже все дальше углубляюсь. Но здесь ни одного магазина, ничего нет. Здесь одни административные здания. В общем, друзья, я нашел единственный супермаркет. Он довольно-таки крупный, но свечей там тоже нет. Блин, короче, сегодня говорит только о том, что, Виталик, не надо тебе скользить, не надо. Но дело в том, что в парке-то, если что-то будем снимать в парке, там очень хочется поскользить все-таки. Поэтому сейчас проедусь еще чуть-чуть и буду возвращаться. Нет, так нет, как говорится. Я вернулся уже обратно. В общем, нифига нет. Значит, не судьба. Все же надо будет попросить из ребят, чтобы кто-то привез все-таки свечку, либо парафин в парк. Ну, а здесь жду, когда придут, и будем снимать видосики. Собирает нанотехнологии. Если ты хочешь, чтобы сзади была библиотека, то у нас, блядь, он стоит в ту сторону. Че думаешь? Бро, я думал, что ты станешь звездой. Буквально через... Когда мы выпустим этот видос. Через пару дней. Ты готов к этому? Конечно. К этой мировой славе. Пытаемся определиться с местом, где лучше снимать. Ну, а че, подберите камеру, пожалуйста, здесь. Так, круто не париться о том, как ты будешь в кадре, потому что за тебя парятся дорогие. Че парится? Как будет кадр выглядеть и так далее. Нравится. Ну, у нас, че, у нас фристайл съемка, поэтому вообще пофиг. Виталий лучший. Блин, такой красавчик. Меня там в ссылке тоже укажи. Нормальный пацан. Шамиль. Шамань. Шамань, что напишет. Ну так, напиши. И... Блин, GoPro нормальная тема, да? У меня там... Нормально все. Так, ладно, здесь закончили. Сейчас двигаемся в парк. Я пообедал. Ростик сидит на посту с розовым шлемом. Я одел ролички, защиту. Я на светлых движениях вот таких сейчас. Сейчас будем снимать в парке катание. Я думал на улице сперва, но сказали, не, будем вкрытом тебе снимать. Сейчас снимают просто со стабика, затем квадрокоптер должен прилететь. Самостоятельно причем. Его не принесут, он прилетит. Я чуть не размотался на самогате, когда включал КМ. Короче, время полчетвертого. Нифига не короче. Через... Не короче? Серега составил мне компанию добраться до КБ, потому что я обезвожен, обессилен полностью. Хочу йогурта какого-нибудь. Короче, у меня нет сил. Я не скажу, как чуть-чуть не упал. Давай. Вот, да. Вот так вот это было. В общем, меня снимали на простую камеру. Я умудрился два раза в боулин нырнуть прям в дроп на копчик, но вроде цел. Потом на коптере катался тоже. Но когда коптер снимал, уже сил был в два раза меньше, и бывало такие глупости совершал, что даже в радиусе не мог развернуться, тоже падал. В общем, я надеюсь, что видос на YouTube у Рама был, будет довольно-таки крутой. Ну и я в надежде, что они отдадут мне это же видос, чтобы я залил его сюда же, и поделиться вам этими кадрами. Фух, я надеюсь, короче, будет топ. Дальше, по сводке новостей у меня это, у меня еще впереди, четыре тренировки, на одной из них опять очередные будут съемки, как у меня проходят тренировки с учениками. В целом, пока что вот такие вот дела. Я в КБ. Так, меня наснимали, теперь снимаю я. Сейчас взял микрофончик, телефончик. Сереге снимаем приглашение на его мастер-класс, который будет, получается... Я забыл, через неделю, через неделю, я знаю точно. Сейчас он раскатается, для того, чтобы просто подъехать и сказать слова, потому что видео с трюком он вроде бы уже заранее снял. Так, полчаса на Серегу потратил. Теперь сейчас полчаса до тренировки, но у меня еще Ксюха. Теперь снимаем ей на Инстаграм, на все подобные соцсети, какие только можно. Пять вредных привычек скейтеров. И нет, я сейчас не об этом. Оригинальная тема, конечно. Так, четыре минуты до тренировки. Мне уже пишут, что меня ждут. А мы только закончили снимать. Вот сейчас ждем, когда ей все скидываются кадры. Ну и в это же время бегу внутрь. С самокатером сегодня. Точнее, первая тренировка сейчас будет с самокатером. Вот здесь. Короче, продолжаем операторские движения. Вот наша звезда на сегодня. Ты готов? Да. Тебе сказали, что делать надо? Нет. Ты должен фрипать через фонмозы. Сегодня? И сейчас. Сейчас. Ну и сегодня. Короче, тренировка с Марком теперь. Все, давай, ты должен поставить вниз. Ну и что я говорил? Что я сказал? А? Я сказал будет? Со второй попытки. Ну, со второй попытки. Короче, мы сейчас снимали эпизод, как я его тренирую. И он там в кадре. Как лох. Упал. А здесь сейчас, видите ли, только камера ушла. Моя камера родная появилась. Он понял, ну вот радушенька появилась в кадре. И на ней надо сделать. Это закон камеры называется. Какой за... То есть на мою камеру делаешь, на чужую нет, правильно? Да. А до этого ты гнал на меня, что у меня камера плохая. Ну, потому что я к тебе еще и привык. Ладно, погнали. Собрался, бросил, давай. Как тебе твой собственный... Я вообще не ту бросил. Я знаю. Ну, порезчику. Так, он красиво не добрал, но я побежал на следующую тренировку сейчас. Так, сейчас я выйду из темноты. В общем, провел тренировку одну по роликам. Две по самокату. Теперь осталось последнюю по роликам. Но тут уже групповая. Ко мне сможет приезжать уже который раз. Заниматься. Накого нет. Пропали. Ладно. Иду вы, ири искать. Тебе бан? А ученики, вон они, там двое. Я гоню к ним. Ну, так катается. Муж с одной стороны, жена с другой. Ну, и там бы иногда катается. Тренируемся дальше. После них у меня тренировок, по-моему, нет. Отдохну. Так, ну чё. Тренировка закончилась. К несчастью, жена упала. Молодого человека. Чё-то там, ну, скорее всего, связки. Потянула немножко. Мне тут название. Булат. Булат, который хочет каждую рабочую смену, просится уехать пораньше. Вот. Короче, закончил тренинг, в общем. Сейчас переоделся. И, наверное, буду отправляться домой. А дома уже надо... Тоже продолжается работа, продолжается. Он никогда не спит. Надо кучу выложить видосов на дзен, на шорты, на трикс-нджок, на второй канал. Ну и там куча комментариев, я заметил, уже висит. Надо на них тоже поотвечать. Работы полно. А, ну ещё я взял переходник. Уже начать скидывать данные, которые вот сейчас я снимаю. Ну и начать, конечно, их монтировать. Ну, в общем, чё по итогу хочу сказать. Не сказал бы, что прям... Ну, как бы, нет. Суматошный день довольно-таки. То есть и утреннее катание, потом вот это интервью, потом тренировки, потом вот это съёмки. Короче, да, чуть-чуть суматошный. Ну, не совсем. Мне бывало, что 10 тренировок в день это был до того, что... Хотя, нет, наверное, полегче было. Вот. В целом вы видели мой день рабочий. Он ещё продолжается. Ну, а вы не забывайте, пишите в комментариях, как проходит ваш рабочий день. Ну, не забывайте. Пальчик вверх, если понравилось видео. Подписка, если не подписаны. Ну, и колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Всем удачи. Пока.